Масленица в нашей школе проводится уже 10 лет. Все это время подготовкой к этому мероприятию занимался учитель истории Николай Павлович. В этом году он перешел в другую школу. Из-за этого все думали, что масленицы не будет. Мы обрадовались, что праздник все-таки состоится. В этот раз организаторами выступили учитель русского языка и литературы Екатерина Евгеньевна и педагог-организатор Полина Алексеевна. Чем отличилась эта масленица от предыдущих, мы узнали у одного из руководителей. Что нового появится в этом году, чего не было до этого в нашей школе? Надо сказать, что формат вообще другой. То есть, если в прошлом году мы делали акцент на таких глобальных фигурах, которые представляли злые силы, то в этом году больше будет театрализовано представление и злые силы будут представлены в виде таких образов, актеров, которые воплощают дух уходящей зимы. В этот раз сюжет представления на масленицу был более сказочным, а подготовка, как всегда, была очень масштабной. Созданием сюжета и декорациями занимались специальных мастерских, которые проводились по средам и пятницам. В них мог принимать участие любой желающий. Что именно из декораций вы делаете, что самое сложное? Самое сложное – это костюмы, потому что их около 60 и возникают сложности с тканью, потому что есть плотные ткани, их приходится рвать, и есть тонкие ткани, может случайно произойти какая-то ошибка в расчетах. Половина костюмов идет на темную сторону и половина на силы свободы и добра. Что из всего этого получилось, нам удалось увидеть 17 февраля во дворе нашей школы. Давайте же перенесемся туда прямо сейчас. Организация началась с самого утра, а к двум часам начали подходить гости праздника. При входе их встречал горячий чай из настоящего самовара. У каждого класса был свой стол с угощениями, и любой желающий мог попробовать вкусность из стола. В основном это были блинчики с разными начинками. Также на празднике наших гостей ждало множество веселых конкурсов. Гости могли поучаствовать в перетягивании каната, петушиных боях, соревноваться в беге в мешках и поучаствовать во многих других конкурсах. В чем заключается суть вашего конкурса? Ну, как можно увидеть, два человека встают на бревно, достаточно скользкое, берут в руки две длинные подушки и пытаются сбить друг друга с ног. Откуда вы взяли идею для конкурса? Честно говоря, этот конкурс был придуман уже очень давно, очень-очень много лет назад, когда до нас 11 классы готовили этот конкурс. У вас травмоопасный конкурс? Нет, точно нет, 100% нет. Мы следим за каждым нашим участником, чтобы все проходило гладко и никто не получил никакую травму. Абсолютно, да. На праздник могли прийти все, начиная от самих учеников и их родителей, заканчивая обычными прохожими. Участвуя в конкурсах, ребята могли получить жетоны за победу. На заработанную валюту можно было купить призы, которые продавались в лавке чудес. Ты для чего сюда пришла? Я сюда пришла, чтобы играть в конкурсы, получать монетки, выигрывать игрушки и смотреть представление сжигания масленица. А сколько монеток ты смогла набрать? 12. А что ты купила на жеток? Я купила вот такой вот. Потом началась шикарная шоу-программа, в которой силы зла и добра столкнулись в ожесточенном бою. Все это случилось из-за Ивана Царевича, который просто хотел съесть яблоко. Он увидел грушевное яблоко. В этом яблоке мясо на. Кто мог принять участие в выступлении? Ну, добрые силы играли, так уже сложилась традиция, 11 класса. То есть они выпускаются и вот им дается такая роль. Вот, а так вообще мог любой желающий. То есть злые силы у нас это был 9 класс, там 8, кто-то из 10. То есть любой желающий может прийти и поучаствовать. Довольны вы своим выступлением? Все ли у вас получилось, что вы задумали? Да, я вполне доволен. Так как это мой последний учебный год, я хотел оставить себе хорошее воспоминание для школьников. И фотографии потом будет приятно посмотреть. В конце концов, добро переманило зло на свою сторону. И мы удостоверились в этом лично. Кто придумывал и создавал ваши костюмы? Я думаю, это было коллективное творчество. Но самое большое спасибо мы хотим сказать Полине. Она была главным постановщиком, сценаристом, режиссером и всем, кто только мог быть гримером, костюмером. Да, огромное спасибо. С чем вы любите есть блинчики? Клубничное варенье – это просто верх того, чем можно съесть блинчики. Малиновое варенье? Клубничное. Малиновое. Все зрители были ошеломлены представлением и были рады за Ивана Царевича, что он смог добраться до волшебного яблока. Мы решили узнать мнение учителей об этом мероприятии. Что понравилось в этом сегодняшнем празднике вам? У нас в школе отмечают масленицу не первый год, уже на протяжении многих лет. И каждый раз праздник радует по-особенному. И каждый раз он звучит по-новому. Новые представления, новые какие-то интересные конкурсы проводятся, сюжеты самого праздника. И каждый раз зрелище всегда удивляет, поражает своей необычностью, красотой и нетрадиционностью. Кто мог принимать участие в масленице? Любой желающий. Да и многие, кто шли мимо школы, видят праздник, видят люди, видят дети, видят блины. Всех угощают, всех угощают. Не спрашивают, откуда вы, кто вы. Заходят и получают такое удовольствие, столько радостей. И очень хорошо, что на этом мероприятии принимают участие наши выпускники. Да, сколько бы лет ни прошло, они все приходят и помогают. И приводят своих детей. Да, и приводят своих детей. По завершению праздника в честь проводов зимы и призыва весны, по традиции, на заднем дворе школы состоялось сжигание масленицы. В нашей съемочной группе очень понравилась эта масленица и мы с нетерпением ждем следующей. С вами были Аня Кройнюкова, Лера Тарасова, Настя Романова, Коля Литянский, Леша Руд, Надя Удальская, Катя Степура, Яна Налетова, школа 429.